В эфире студия репортер Дмитрием Богомоловым. Сегодня мы поговорим об успехах одесских самбистов. Виталий Чебан стал чемпионом и выиграл Кубок Европы по боевому самбо в Испании, а сборная Одесской области по спортивному самбо привезла Кубок за второе место в командном зачете чемпионата Украины по самбо среди кадетов в Киеве. Сегодня триумфаторы у нас в студии. Виталий Чебан, обладатель Кубка Европы по боевому самбо. Здравствуйте, Виталий. Вахид Сабиров, президент Одесской областной ассоциации самбо. Здравствуйте, Вахид Милевич. А также Давид Аллахвердиев, чемпион Украины по спортивному самбо среди кадетов. Здравствуйте, Давид. Виталий, вам первое слово как обладателю Кубка Европы. Расскажите про свой успех, как удалось в Испании, в Мадриде добраться до финала, еще и в финале победить одного из хозяев турнира, испанца и привезти золото в родной город. Ну, удалось добраться. В общем-то, дорога была тяжелая, если так разобраться. И за счет этого было тяжело выступать. Но я не сказал бы, что Кубок Европы тяжелее, чем чемпионаты страны, либо Кубки страны. Так не могу сказать. Просто была именно вся трудность, именно в дороге. В первом бою дрался я с марокканцем. Победу одержал 8-0 чисто технически. И в финале дрался с хозяином, с испанцем. Тоже победу одержал чисто технически 8-0. То есть, уверенно, без шансов для соперника. 8-0 такой счет, как для боевого самбо. Как расценить само выступление? До выступления был определенный мандраж. Чувствовал себя, может, где-то неуверенно. Но когда выходил на ковер, все менялось. И находил пути. В общем-то, уверенно побеждал. Спасибо большое. Еще раз вас поздравляем с этой золотой медалью. Вахид Милевич, можно подытожить выступление Виталия на Кубке Европы. Насколько в боевом самбо ожидаема была золотая медаль и такие успехи наших спортсменов? И давайте сначала про боевое самбо. И чем оно на самом деле отличается от спортивного в международных таких соревнованиях? Ну, на самом деле, Виталия немножко скромничает. Боевое самбо очень сложно и без спорта. И, конечно, не все так легко удалось. И подготовка, и перелет, и восстановление, и выход на сам ковер. Благо, он собрался и мандраж спортивный ушел вовремя. Но все это не так легко кажется. Поэтому я считаю, что в боевом самбо победы не так легко даются. Все-таки это боевое раздел. Вот про само различие. Ну, различная ударная техника присутствует. Если ты, не дай бог, пропустил, то никакой класс высокий борьбы тебе уже не поможет. Ну, так скажем. Но если ты контролируешь все, соответственно, воспользовавшись, опять же, бросковой техникой, то Виталия как раз и отработал правильно. Про второе место в командном зачете чемпионата Украины среди кадетов. Мы знаем, что ставили задачу выиграть первое, конечно, место в командном зачете. Чего не хватило на этом турнире? И какие успехи наших воспитанников можно отметить? Да, ну, мы на самом деле, точнее говоря, не то, что там ехали, ну, хотели, ну, ехали уигрывать. Просто было желание, был хороший состав. Просто очень много было, ну, участников 2003 года, ну, то есть по допуску специального. Поэтому, как бы, может быть, и не добрали нужных очков. Но Харьков на сегодняшний день был сильнее. Но второе место для нас, это тоже успех. Мы впервые, пока где там вторые, были третьими, четвертыми. Вот, как бы, подбираемся потихонечку. Ну, есть над чем работать, знаем, в чем проблемы. Кое-кто не поехал из-за болезни. Ну, то есть, как бы, ну, не хватило, скажем так, малого. Но мы довольны. У нас отобрались, значит, в частую двое. Это Дэвид Лукюрдиф и Даша Жукова. Вот. И еще есть вариант у Маши Рыбачук поехать. Если она будет себя хорошо чувствовать, то, возможно, Той-Тетти тоже будет делегат на этом чемпионате Европы и в Хорватии. Спасибо большое. Давид, поздравляем с золотой медалью на чемпионате Украины. Расскажи, как далась тебе эта награда про свои поединки, про финал, про путь к заветной цели. Ну, я боролся, перешел в абсолютку. До этого я выигрывал Украину 84 кг, а сейчас был в плюсах. Вот. Категория была реально очень заряженная, жесткая. Ну, мешков не было. Вот. И... Ну, финальный... Про финальную схватку расскажу. В финальной схватке там вышел парень, ну, в габаритах намного больше меня. Я в габаритах очень-очень сильно уступал. Ну, вот, кстати, учитывая габариты, мы знаем, что ты выступал просто не в своей весовой категории, выступал в категории выше. Расскажи, как туда добрался, как набрал вес, как специально себя готовил к своей категории. Это на самом деле произошло совсем... Ну, мы не готовились, даже не задумывали броса в плюсах. Думали 84 там оббросы, но так получилось, случились обстоятельства, что попал в плюсы. Немножко вес не удирал, да. Вот. И попал в абсолютку, там выиграл. У меня было 4 схватки. Финальная схватка была очень тяжелая, ну, самая тяжелая за всю мою жизнь. Насколько я борюсь в игру, ну, в финале очень тяжело выиграл. Вот. И соперники были серьезные. Вахитмилич, как выглядел Давид, на ваш взгляд, в категории выше, чем он весом, где было преимущество у соперников по... Ну, все установки он выполнил, ну, так скажем. Потому что на самом деле, да, разница в весе практически со всеми соперниками была ощутима. То есть где-то в счет скорости даже, да, возможно? Финал однозначно, как бы, да, темпом, темпом, еще раз темпом. А все остальные, все установки были выполнены, молодец, справился со всеми заданиями. И там даже дистанция 1-2-0, да, как бы, кажется, ну, как бы, ну, легкой, так скажем. На самом деле все было продумано. Ну, все тактически грамотно работал, то есть не чудил, как он любит там иногда. Давиду удалось отобраться на чемпионат Европы в Хорватии. Как будешь настраиваться? Будет ли это такой первый турнир такого уровня международного в твоей карьере? И как в мыслях уже одержишь ли эти поединки в Хорватии? Ну, сейчас после чемпионата Украины я немножко отдохнул, так сказать, сделал небольшую паузу. Восстановился, вот, и уже с сегодняшнего дня, как бы, вот, мы будем начинать подготовку в Европе. Спасибо большое. Вахит Милич, у нас золотая медаль у Давида. Кто еще выиграл золото? Даша Жукова. Какой категории? 65 килограмм. Ну, там был наш финал. У нас только Леонка, воспитанница, видеопольская для США, и Даша Жукова, олимпийская надежда. Мы знаем, что сейчас еще, учитывая, ну, то, что кадеты – это такой переходной очень период, очень важный для самбиста, чтобы сложиться в физическом плане, в техническом, ну, нужно пройти эти категории возрастные, чтобы набраться и опыта тоже, есть возможность уже пробиваться на международный уровень. Насколько это, вот, с таким возрастом, ну, какие сложности в подготовке, какие интересные моменты? И вот, учитывая это, насколько уроки физкультуры и внедрения элементов самбо могут поспособствовать большему количеству талантливых самбистов в этих категориях? Ну, однозначно, мы сегодня национальная федерация самбо Украины совместно с Министерством молода и спорта и наукой образования внедряем проект «Самбо в школы». Относительно Одесской области, я буду, как бы, так говорить, мы начинаем программу, Александр Васильевич Зеленко, ну, наш президент ставит задачу – это реализовывать, ну, как можно качественнее и быстрее. У нас завтра встреча была в Днестровском первая, такая ознакомительная, и далее мы будем над этим работать. Почему, как бы, ну, заборолись дети, так скажем, пошли в самбо, ну, увидели результаты, увидели мотивацию, опять же, организация наша, ну, сегодня одна из показательных, мы этого не вечераемся, наш президент, ну, сплотил нас, ставит задачи, опекает, помогает, ругает, ну, все как положено. То есть мы работаем и, ну, благодаря слаженному коллективу и интересно, делаем интересными соревнованиями с вами, есть результаты. Вот расскажите подробнее про уроки «Самбо», это будет, как проводиться семинары для учителей, как мы говорили, да, для преподавателей физкультуры, и, ну, с этими элементами, ну, нужно познакомиться больше, и как это будет уделять внимание на урок, с каких классов непосредственно будет внедряться, сколько часов в неделю. Методика, да, сама как бы разрабатывается, да, есть модули, да, как бы различные, шесть модулей, там, вот, первокласса, да, до факультативов, так скажем, вот, и какие из них будут наиболее приемлемые, будут выбирать непосредственно школы, то есть, соответственно, конечно, это будет пилотный проект, это будет там единичная школа, две, три, на область четыре, может, там, больше, все зависит от того, как он пойдет, насколько услышат нас преподаватели, ну, и родители, естественно, потому что без них никак не будет. Все-таки система самбо, полезная система и достаточно сильная, если взять сегодняшнее время, да, ну, неспокойно, то есть, и в армию, как бы, люди идут не совсем подготовленные, то, если сравнить с советским временем, да, самбо было в системе ГТО, то есть готов к труду и броню каждого человека. Я думаю, что эта система будет полезна и в любом виде. Спасибо большое. Виталий, вы, я знаю, тоже тренируете уже, занимаетесь с детьми, ваше мнение по поводу уроков самбо и насколько это поможет в целом развитию и не только спортивного, боевого стиля самбо также, потому что это, здесь, ну, особая техника. Я считаю, что самбо нужно, конечно же, вводить в школьную программу, это, ну, это обычно, даже в простых вещах это доказывается, просто человек даже идет по улице, вот смотрите, может сломать себе руку, ногу, неправильно даже упасть и все, понимаете. Самбо обучает всему, самостраховки, да все, постоянно себя в гимнастике, да самбо это все, вот почему вот самбо именно это сейчас на данный момент и динамика, и все сюда входит, потому что очень много приемов. Каждый для себя может найти в самбо что-то свое, понимаете, и школьникам всегда будет интересно, а боевой раздел, это, конечно же, он будет плавно, наверное, подключаться уже к более старшим, это, наверное, университет и все, вот как в России, я знаю, тоже там вводят. Ну, в своем тренировочном процессе вы делаете ставку больше на боевой раздел самбо? В своем тренировочном процессе я ставлю ставку все-таки на самбо, потому что по ФИОС, именно Международная Федерация Самбо, в боевом разделе чисто с одной ударной техникой, ну, по сути, нечего делать, надо уметь бороться. Если человек борется, то ему выставляешь в дальнейшем ударную технику, либо кому-то просто защиту ставишь, и он так идеально борется, и он уже продуктивно и нормально выступает в дальнейшем. Спасибо большое. Вахит Милий, что можно сказать о молодых тренерах сегодня в области? Насколько много появляется, ну, вот школа тренерства насколько развивается? Ну, скажем так, больше это секции, да, и там инструктора, чем тренера, но развивается достаточно прилично. То есть у нас Долго-Днестровский район задействован, у нас задействован Гавидиопольский район, у нас задействован Юличевский район, Черноморск, у нас задействован Беляевский район, Холодная Балка, Дача, Усатого. Задействован Захаровка, задействован Любашевский район, задействован Савранский район, в котором, кстати, уже 10 школ претендуют, ну, участие в этом проекте, уже подали документы, 10 школ, насколько там широко. В Аданинском районе у нас, то есть мы идем, мы идем, мы немножко развиваемся, у нас там, ну, раздельно, у нас мы ее не можем раскачать до конца, но есть уже поползновения уже определенные. Кого мы еще не забыли, потому что мы не... Ну, я так понимаю, что еще все больше и больше появляется. Да, да, интерес есть, и он, если будет школа, то, конечно, он повысится. Спасибо большое. И, Давид, еще вопрос к вам. Как оказались в этом виде спорта? С чего начинали свой путь? Как, может быть, пробовали другие виды борьбы и другие виды спорта? Или сразу оказались в самбо и планомерно ворачивались? Ну, я, так сказать, не чисто самбист, как бы, занимаюсь дюдой. Ну, у меня как бы дедой самбо еще с самого начала и сейчас, ну, и так же самое и буду продолжать. Вот, 4,5 лет меня мама повела на секцию дедой самбо. Вот, вот так вот по чуть-чуть развивался, шел постоянно. Когда первые успехи пришли? Первые успехи? Вот результат работы, когда можно было учиться? Груду, ну, совсем недавно основывал. Просто в году, если так брать, объективно, да, объективно он был вторым на чемпионате Украины. Вот поэтому пока где-то уже, то есть, да, юношеский, как бы, более младший юнош, третьим был. А в этом году он чемпион Украины и ПДД по самому, по своему возрасту. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Мы понимаем, что это долгий, упорный путь тренировок, чтобы стать чемпионом. И желаем вам дальнейших успехов и удачи, и чтобы не было судейских ошибок в финалах. Это очень важно. И как можно больше детей также занимались такими видами спорта, как боевое и спортивное самбо. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях обладатель Кубка Европы по боевому самбо Виталий Чебан. Спасибо, Виталий. Еще раз поздравляем вас. Президент Одесской областной ассоциации самбо и чемпион Советского Союза по самбо Вахид Сабиров. Спасибо, Вахид Милич. А также чемпион Украины по спортивному самбо среди кадетов Давид Лахердиев. Спасибо большое. Спасибо. Вы смотрели программу «Студия Репортер». Меня зовут Дмитрий Богомолов. Оставайтесь с нами и живите спортом.